Опять-таки мы упираемся во Фрейда и Юнга, ведь это действительно величайшее открытие 20 века, когда эти два человека, два ученых, очень серьезные, я вас уверяю, которых никто всерьез не воспринимал, когда они жили. Знаете, чем занимался Фрейд? Опять книжки, я могу называть книжки, да? Ирвин Стоун, по-английски это звучит как The Passion of the Mind, да? Я не знаю, как по-русски они перевели. Но не мозговая же страсть, да? Как-то нашли какой-то эвфемизм, да? Вот, но по-английски называется The Passion of the Mind. Это биография, очень поучительная биография Фрейда. Потрясающая биография, великолепная книга. Ирвин Стоун, или как? Ирвин Стоун, совершенно верно. Вот, у меня вообще есть цикл биографии о Микеланджело, они очень поучительные. Да, так вот, что он пишет в этой The Passion of the Mind. Знаете, чем занимался Фрейд в юности? Он думал, он венский врач, Вена глубочайшая провинция. Вот там кафе есть, Фрейд, где он ел, потому что он рассчитывал все до последней мелочи. Он жил в бедной еврейской семье, ему дали образование, он должен был окупить затраченные деньги. И он рассчитывал все до последней, он ел в этом кафе, с которой сейчас у вас бабки сдерут, потому что там цены похожи на мобильные телефоны, да? Там написано Фрейд, да? Потому что тут давали самый дешевый шницель, самую дешевую кружку пива, и до нее можно было дойти пешком. Не ехать на трамвае, не тратиться на пляхо, пешком, поел, подкрепился, иди работай. Там институт его рядом, все рядом. Это захолустье жуткое. Вена той эпохи. Он мечтает попасть в Париж. Чем он занимается? Он понимает, что профессорскую кафедру ему не дадут долго, а он хочет жениться. А его возлюбленные ему никогда, пешком, не дадут, пока он не начнет зарабатывать деньги. А ему надо срочно зарабатывать деньги своим трудом врача. А ему не дадут практики, ему ничего не будет. И он ждет, когда умрет профессор с кафедры. А занимается, знаете, чем в ожидании смерти профессора, да? Прямо вспоминаю замечательную фразу из романа «Абдайка», когда герой-кролик беги смотрит, как лежит его тесть богатый в гробу. Главный герой смотрит, говорит, хорошее дело делают старики, они освобождают дорогу молодым. Хорошее дело делают старики, думает Фрейд. Когда же этот черт помрет, когда он освободит дорогу молодым? А он не освобождается и не освобождает пропадить совсем. Ну и чем делает, чем занимается Фрейд? Он физиолог. Он материалист абсолютный. Ни о каком бессознательном он даже не мечтает. Это вообще за пределами его разума. Ни о каком эдиповом комплексе он не помышляет. Он режет лягушек и как Базаров. Помните у Базарова, да, он тоже лягушек режет. Изучает их нервную систему. Он материалист до мозга костей. Потом вдруг его за какие-то гранды, а любимый это ждет, ему надо быстрее наворачивать. Роман классный. Это почти не роман, а даже исследование. Он приезжает в Париж. Париж это центр. Вы представляете, такой вот приехал провинциальный Фрейд, который на всем экономит в Париж. И его устраивают по гранду, грубо говоря, в лечебницу Шарко. А Шарко занимается там мужской истерией. Потому что до Шарко полагали, что это исключительно женское психическое заболевание. В переводе с греческого истерия матка, бешенство матки. И вот поэтому, а он вдруг говорит, ну какая матка у мужчины, а у него тоже есть истерия. И это был феномен. И вот когда Фрейд следит за Шарко, как он изучает мужскую истерию, он у него постепенно начинает. И он видит там, что может делать психика с человеком. Какие у него могут быть фантомные боли. Какой у него может быть яркий бред. Он заражается этим и приходит к открытию бессознательного. А потом у него появляется еще более отмороженный ученик, юнг. Который вообще отходит от физиологии. И у них, посмотрите, фильм «Опасный метод». Вы увидите, как они очень хорошо снят фильм, находятся на ножах. После того, как долгое время пиетет был у Юнга перед Фрейдом. И вот я к чему. Вот они первые, первопроходчики, которые через истерию, через какие-то странные фантомные боли, через странное поведение человека, изучают человека как тайну. Как не результат плохого или доброго воспитания, а как тайну, неведомую тайну. В котором заложены такие механизмы, которые и которые, а Фрейд закончил классическую гимназию. Вот все, что я вам говорю, он с молодых ногтей знает. И который вдруг у Фрейда ассоциируется с царем Эдипом Сафоклом. Эдипов комплекс. Это уже не истерия, Шарко. Это покруче. Там много обстоятельств, но я вам рассказал его профессию, его как бы профессиональные поиски. Там много обстоятельств. Одно накладывается на другое. Еще вопросы? А когда мы закончим? Потом мы практически уже закончим. Мы практически закончили. Ну ладно, нам спать пойдем. Завтра. Ой, 10 часов уже между партой. Пойдемте спать. Молодец, умница. Пойдемте, победите.